Июнь 2012 Бузулукский район. На военных складах взорвались снаряды. Здесь их хранилось порядка 12 тысяч тонн. С такой чрезвычайной ситуацией оренбургские спасатели столкнулись впервые и слаженной работы не получилось. Я буду предельно откровен. У нас не было абсолютно контакта с Министерством обороны по тем рискам, которые существуют вокруг этих объектов. Мы не знали, что там находится, к чему это может привести и так далее. Естественно, мы, наверное, не готовились к таким моментам. На ликвидацию последствий были привлечены и военные, и спасатели. Но, несмотря на общие усилия, эвакуированными из опасной зоны оказались далеко не все. Грохнет, грохнет. Только Богу молились, чтобы только спас, чтобы только в дом снаряд не попал, чтобы нас не забило. Когда мы работали в Колтубанке, сколько было критики в части, а куда расселять тех жителей, которые эвакуированы, чем их кормить и так далее. На ошибках учатся. Работу скорректировали. И уже в октябре, когда рвануло на Донгусском полигоне, таких вопросов не было. Появилась другая проблема. Отсутствие официальных сообщений. Информационный вакуум породил слухи и, как следствие, панику. Теперь о таких ЧП будут информировать оперативно, причем по любому теле- и радиоканалу. Сегодня наш оперативный дежурный, который находится в центре управления кризис-ситуацией, может свободно выходить на все существующие каналы теле, радио и достоверно из, как сказать, первых уст доводить информацию до жителей. До Нового года осталось меньше недели, но это не значит, что в МЧС наступает праздник. Наоборот, все 100% сотрудников приведены в боевую готовность. Новый год для кого-то праздник, а для кого-то будни. Ведь именно в эти дни количество пожаров увеличивается в разы. Юрий Мишин, Дмитрий Журавлев. Наше время.